В эфире Beauty Time всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Всемирный день Солнца, который ученые провозгласили еще в 94-м году прошлого столетия, сегодня становится поводом для фестиваля науки, творчества, активного образа жизни и правильного питания. Попала случайно в прошлом году в Новосибирский музей Солнца. Мне показалось, это очень интересная идея. Тем более мы знаем, что очень много разных ярких событий, разных коллективов у нас в Челябинске существует. Мероприятие подготовлено активистами для того, чтобы сделать такое яркое впечатление в немножко сером городе Челябинске. Хотелось рассказать о том, что у нас очень много творческих, интересных людей. У нас замечательные музеи, которые готовили с нами вместе экспозиции. С утра у нас были йоги, потом у нас были научные доклады, а сейчас у нас проходило рисование в стиле эбру, рисование в технике флуид-арт, у нас играл трубофон, потом у нас была песочная анимация и сейчас у нас идет модный показ. Солнечная энергия Все дает свет и тепло, которых нам так не хватает этой весной. К счастью, оптимизма у жителей Челябинска достаточно, и фестиваль Сандэй тому доказательство. Это Бьюти Тайм, программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Проект представляет клиника пластической хирургии и лазерной косметологии Диплекс. Пока не изобрели волшебную таблетку, от которой лицо молодеет сразу и навсегда, косметологи настаивают на комплексном индивидуальном подходе в решении возрастных и прочих проблем. Сегодня речь пойдет о программе Дип-омоложения и сияния кожи. Это сочетание лазерного воздействия с классической уходовой косметологией. На прием обратилась пациентка, 56 лет, со свойственными в этом возрасте проблемами. То есть небольшое обвисание вала, гравитационный птоз и ухудшение цвета и качества кожи. Дип-омоложение относится к разряду неагрессивных косметологических манипуляций. Процедура безболезненная и нетравмирующая. Комфорт, приятные ощущения и результат. Сама лазерная процедура проходила вполне комфортно. А уходовый этап вообще сопровождался очень приятными эмоциями. И с каждым разом эффект нарастал. Как будто бы прогревается внутри кожи ощущение легкого тепла. Достаточно очень приятно. Никаких побочных эффектов, конечно же, не наблюдалось. Вот здесь очень интересная особенность именно дип-омоложения. То, что мы не повреждаем поверхностные слои кожи. Что означает возможность и рациональность проведения процедур в летний период времени. Мы совершенно не повреждаем кожные покровы. Мы не боимся пигментации. Мы пациента настраиваем на всесезонные процедуры. Лазерное дермальное дип-омоложение и косметологический уход сияния кожи проходят за один визит. Эффект заметен уже после первой процедуры. Но чтобы закрепить результат, потребуется 4 визита с интервалом в одну неделю. Этот комплекс подходит людям с низким болевым порогом. И такие курсы рекомендуются повторять раз в полгода. Я работаю в крупной компании. Моя жизнь – это бесконечная гонка в стремлении удержать успех. А еще на плечах дом, дети. В этом круговороте почти не остается времени на себя. Хочется вернуть молодость, энергию, азарт. Хочется снова завораживать своей красотой. Чувствовать себя желанной. Я обратилась к профессионалам. Доктора не просто смогли изменить что-то во мне. Они помогли мне найти то, чего я хочу сама. А затем исполнили мою мечту. Я обрела новую жизнь. Клиника Диплекс. Каждая достойна быть красивой. Тесура. Роскошь в тканях. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки». Проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelican74.com. Запись на экскурсии по телефону. 264-61-09, 214-59-99. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Детские театры моды, а также студенты-будущие дизайнеры приняли участие в проекте «Подиум Урала». 33 работы конкурсантов было представлено в 7 номинациях. Идея была в том, что объединить не только просто студентов или молодых дизайнеров, но еще и детский театр моды, потому что для них это площадка, где они могут посмотреть, во что может вылиться их будущая профессия, талант. То есть они могут посмотреть, вот они сейчас занимаются только в кружке, но что это может, к чему это может привести, если они будут заниматься этим серьезно в дальнейшем, то есть будут уже поступать и на высшее учебное заведение и так далее. Для моделей это прежде всего развить свои способности. Для дизайнеров это шаг вперед, чтобы увидеть какие-то новшества у других дизайнеров, что-то взять для себя. Во-первых, опыт. То есть опыт сцены, не все же сразу готовы выступать на большой сцене, чтобы их заметили. Не зря, что вы тоже пришли показать их. Я уверена, что наша площадка станет стартом для многих дизайнеров. У нас тут даже присутствуют работодатели, которые сейчас выбирают дизайнеров перспективных, молодых и, соответственно, будут приглашать как дизайнеров одежды своего бренда. Без сомнения, это может быть и стартом, и работой над ошибками, но это будет работой над ошибками, когда с претендентами на победу будет проведена еще дополнительная работа, и каждому рассказано, какие ошибки в коллекциях или в единичных изделиях были допущены. В составе жюри эксперты в области фэшн-индустрии, известные дизайнеры, основатели ателье и домов мод, которые оценивали участников как настоящих профессионалов. Вы знаете, это все кажется, что так просто, да, вышел и показал, прошел. Это, на самом деле, очень тяжелый труд, и наши детки готовятся не менее двух месяцев к таким вот большим показам. Мы придумали такую коллекцию головных уборов, чтобы что-то двигалось. Вот эта деталь, которая крутится в коллекции, это на 3D-принтере отпечатанная деталь. Девочки проделали колоссальную работу. Потом они воткнули порядка 6 тысяч пайеток с гвоздиками. Вот эти шарики сверкающие, это вот их такой труд. Первый опыт конкурса начинающих дизайнеров оказался весьма успешным, а значит, у проекта «Подиум Урала» большое будущее. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. В последнее время в индустрии красоты многое поменялось. Сегодняшние клиенты салонов стремятся не только получить качественные услуги, но и сэкономить время и деньги, а также испытать приятные эмоции от общения. Пришла такая идея, почему бы не сделать пространство модное, современное в ритме большого города. Формат такой для тех, кто любит пообщаться. Это какой-то маленький праздник, потому что сюда можно прийти с подругой, можно прийти с мамой, которую вы давно не видели, и совместить приятное с полезным, пообщавшись с ней. А еще приятно, когда с клиентами складываются доверительные отношения, когда они становятся добрыми приятелями. Команда должна соответствовать общему бренду. Мастер маникюра выступает как психолог для женщин, как подруга, отдыхает не только телом, но и душой. Это целесообразно для любой профессии, иметь ухоженные руки, лицо, волосы, тем более для любой женщины. Я молодой начинающий дизайнер. У меня небольшое производство по изготовлению верхней одежды. Опять-таки, я не считаю, что это конкретно связано с моей профессией. Это просто сейчас удобно, что гейл-лак, конечно, он держится дольше. И поэтому, так как мы ограничены во времени сейчас все, и тем более у меня маленький ребенок, я сейчас не могу часто позволить себе выделять много времени именно на уход за собой. Мне надо максимально быстро и, так скажем, нечасто. Люди творческих профессий, как правило, обладают специфическим вкусом. Например, дизайнеры часто предпочитают спокойную цветовую гамму. Я не скажу, что я прям такая модница, чтобы гнаться за трендами. И, ну, яркие я вообще оттенки крайне редко делаю. У меня всегда что-то спокойное, либо нюд, френч. Вот сегодня мы попробовали новую технику. Аэрография. Да, я первый раз ее делаю, но мне очень нравится. Вот так все и ярко, то, что он белый, белый цвет, он, в принципе, яркий. Ну, и достаточно спокойно. Сегодня, чтобы быть в тренде, не обязательно вникать во все тонкости того или иного направления. Нужно лишь найти правильного специалиста, который знает, что вы любите, и всегда готов предложить что-нибудь новое. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Чтобы там ни говорили пессимисты, лето все равно наступит. А значит, понадобятся легкие платья и сарафаны. В этом сезоне дизайнеры предложили женственность во всех ее проявлениях. Силуэт «Нью-Лук», представленный в новых коллекциях, выглядит легко и демократично. Пожалуй, лишним будет говорить о том, что это самый женственный фасон, существующий в современной моде. Минимализм – предмета времени, причем акцента может не быть совсем. Впрочем, это не совсем так. В качестве такового здесь выступает фактура. Еще одна тенденция сезона – костюмы, которые предстоящим летом не надевают по частям, а носят именно так, как придумал дизайнер. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Второй фестиваль органического образа жизни «Organic Nation» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelican74.com Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-5999 Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово 159. Вы смотрите «Бьюти Тайм» красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. «Бьюти Тайм» Корег用 мусор promuniversу «П��цы лаборатории» Кроме плотства « explored parked он выполнений» Клиника «Формула». а а а еще больше сюжетов о красивой жизни новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях ищите по хэштегу beauty time нижнее подчеркивание тв а на этом выпуск завершен, до встречи стилисты проекта модный дом я имидж студия Елены Ивановой а